В Центральной клинической медсанчасти вакцинировали от коронавируса 50 тысяч человек. Евгений Евсеев стал юбилейным пациентом. В мае мужчина сделал первую прививку, а в январе пришел ревакцинироваться. Евгений Васильевич рассказал, что на повторную вакцинацию пошел не раздумывая. Пациент не понаслышке знает, что такое COVID-19. Сам на своем опыте у меня мама болела, хотя привита. Переболели очень легко. Первую прививку привезли нормально. Была небольшая температура после первой прививки, потом кости ломил немножко. Последним данным в Ульяновской области уже привито 646 тысяч человек. Первым компонентом вакцины и 520 тысяч полностью вакцинированы. Не отстает и старшее поколение. Укол становится обязательным для лиц серебряного возраста. Пройти иммунизацию полностью группа риска должна до 7 марта. Уговаривать не приходится. Бабушки и дедушки сами понимают важность прививки. К прививкам я отношусь очень положительно. Когда разрешили вакцинироваться тем, кому за 65, это было 28 декабря прошлого года. 29 я сделал прививку. Потому что до этого просто не делали. Сделал бы раньше. Потом ревакцинировался в июне. И теперь ревакцинируюсь второй раз. Медики уверены, вакцинация пока самый надежный способ защитить себя от тяжелых последствий заболевания. Вакцинация и ревакцинация, они обязательны. Потому что на самом деле сейчас это тем более актуально в преддверии того, что действительно мы все знаем, что сейчас омикрон, новая инфекция, которая отличается очень большой катагиозностью. Поэтому, конечно, сейчас вакцинация и ревакцинация, они на самом деле имеют очень большое значение. Стоит отметить, что регион к новому штамму ковида готов. Вакцины хватит на всех. Запасы регулярно пополняются. Прорабатывается также вопрос о дополнительных поставках кислорода.